Первый вопрос. Выберите правильный ответ. Растительное сообщество имеет вертикальную структуру или ярусность. Обычно определенный вид растений во взрослом состоянии относится к одному ярусу. Какие из перечисленных растений могут относиться к двум ярусам в одном сообществе, поскольку могут иметь две жизненные формы в зависимости от условий? Итак, это береза бородавчатая и дуб черешчатый, осина и яблоня, липа мелколистная и черемуха или сосна обыкновенная и груша. Что значит вот эта фраза, что у нас могут иметь растения две жизненные формы? Это может у нас быть представлено растение деревом, древесный вид, или это может быть кустарник. Соответственно, кустарник и дерево у нас относятся к разному типу ярусу, к разной ярусности. Какие же из данных деревьев у нас могут существовать в виде кустарника? Я думаю, что мы сразу с вами можем отмести вариант Г, это сосна обыкновенная, поскольку у нас сосна все-таки не может существовать в качестве кустарника. Даже совершенно в юном возрасте, когда это еще саженец, она представляет собой вид маленького дерева. Так, возможно, береза бородавчатый и дуб черешчатый. Так, что из себя представляет дерево? Дерево – это когда у нас из корневой вот этой вот части, да, отходит несколько… Дерево отходит один ствол. Это у нас, то есть от ствола идет один ствол, и от ствола идет корневая система. Корневая система у нас может быть двух типов. Это либо стержневая, ну, чаще всего у деревьев стержневая, да, либо… Так, еще по поводу деревьев. В отличие от кустарников, у деревьев не может образовываться два или более стволов, то есть это один-единственный ствол. Кустарники – это большое количество стеблей, да, выходящих из одной точки, из которой у нас идет разделение на стебли и на корни. Березы видели кто-нибудь в виде? Возможно, вы. Ну, смотрите, давайте, не буду я вас мучить с этим. Так. Вот вы можете перед собой. Ну, давайте мы начнем с того, что березы, 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 у нас есть карликовые виды берез, да, когда они не вырастают вот эти многометровые, а они сами по себе маленькие, да. Плюс мы можем путать березу с кустарником, когда у нас идет засилье молодой поросли. То есть мы, например, знаем, что если вы видели сельскохозяйственные поля, которые на какое-то время забрасываются, ну, то есть, ну, не возделываются, то очень быстро там начинают заселять эту территорию, соответственно, такие виды деревьев, как либо березы, либо у нас осины, да, начинают это все дело заселять. А березы, они начинают очень густо друг с другом, рядом с друг с другом, это поросли расти, поэтому может создавать ощущение таких каких-то очагов в виде кустарника. На самом деле это деревья, которые у нас просто близко друг к другу, да, находятся. Вот вы перед собой видите таких две картиночки, да, это называется, вот эта вот первая картиночка, если мышку видно, да, я ей вожу. Первая картиночка, это у нас липа мелколистная, по-другому ее называют липа кустистая. Это дерево, дерево, которое в молодом состоянии, в юном состоянии может произрастать в виде кустарника. То есть, посмотрите, вот она, эта липа во взрослом состоянии, она может иметь вид такого достаточно большого, объемного дерева. А вот здесь в молодом состоянии, видите, она выглядит как кустарник. То же самое вы можете сказать про черемуха, то есть именно липа мелколистная и черемуха, они имеют две жизненные формы и относятся, соответственно, к двум ярусам. И именно в лесах можно встретить две жизненные формы. Выберите правильный ответ. На графике схематично изображен характер ежегодного прироста высоты у деревьев. Проанализируйте график и выберите одно из правильных утверждений, из перечисленных ниже. Ежегодный рост растений всегда равномерен, ежегодный прирост растений может отсутствовать, ежегодный прирост растений может быть иногда отрицательный или ежегодный прирост растений имеет природу быстрого и медленного роста. Давайте смотреть на график. Здесь нам предлагают именно по картинке, по графику определить, каким же образом у нас происходит прирост высоты деревьев. То есть здесь нам нужен анализ изображения. Что мы можем по нему сказать? Во-первых, у нас нестабильный идет прирост, потому что если бы он был стабильный, у нас была бы здесь прямая линия, то есть что у нас стабильно ежегодно происходит положительный прирост высоты. Если бы у нас здесь был отрицательный или, соответственно, если бы у нас отсутствовал наш прирост, у нас бы что? Линия бы вот так сначала пошла бы вверх, а потом, соответственно, в последующие года она бы у нас шла параллельно нижней отметке нашего графика. Если бы у нас был отрицательный прирост, то у нас была бы линия, она бы шла вниз. Здесь мы можем сказать, из-за того, что у нас волнообразный график, вот эта волнообразная, как это сказать, линия, у нас прирост имеет как периоды достаточно быстрого роста, так и периоды медленного роста. Потому что даже в момент, когда у нас наша линия практически параллельна нижнему участку графика, у нас все равно, посмотрите, она немного идет вверх. То есть у нас происходит прирост, он стабилен, но он идет достаточно медленно. То есть у нас дерево не стоит без дела, оно у нас растет. Так. То есть, соответственно, вы были правы, кто ответил, где ежегодный прирост растений имеет периоды быстрого и медленного роста. Так, выберите правильный ответ, в каких единицах измеряется экологический след, если это площадь биологически продуктивной территории и акватории, необходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов. Соответственно, это идет измерение в квадратных метрах, в гектарах, в глобальных гектарах или в процентах. Что такое глобальный гектар? Да, мы знаем, что такое квадратные метры, да, что такое гектар, мы знаем даже, что такое проценты, мы знаем. Но что такое глобальный гектар? Если вдруг вы не знаете, то это условная единица, обозначающая гектар биологически продуктивной территории с средним показанием биопродуктивности в год. То есть если у нас спрашивают про биологически продуктивную территорию, то правильный ответ у нас здесь и подходящий нам ответ – это будет в глобальной гектаре, потому что данное измерение у нас происходит в экологии. То есть это такой экологический термин. Глобальные гектары. Запоминаем. Так, выберите все правильные ответы. Если у нас говорится «все правильные ответы», значит у нас ответов может быть 2, 3 или, соответственно, 4. Какое животное может быть переносчиком чумы? Это моллюски, суслики, медведи или комары? Ну, давайте начинать с того, что же такое у нас чума. Чума – это у нас такое достаточно опасное. Вопрос про чуму. Чума – это у нас, соответственно, такое инфекционное заболевание. В свое время, да, у нас в средние века выкашивалось огромное количество населения, да, Европы, поскольку чума очень быстро передается и, соответственно, оканчивается летальным исходом, очень тяжело протекает. Первые признаки чумы, которые начинаются, это у человека изменяется как поверхность кожи, покрываясь как такой водянистой достаточно большой сыпью. Ну, и, соответственно, передают данный вид заболевания именно животные. Сами животные являются переносчиками опасных паразитов. Именно блохи у нас являются прямыми переносчиками чумы. Блоха, укусившая своего владельца, человек это или же это у нас животное, заражает его как раз-таки вирусом, вот это бешенство, да. И поэтому в свое время переносчиками чумы в средние века были крысы, потому что на крысах также жили блохи. Хотя в наше время и медведи, и суслики, которые у нас имеют все-таки шерсть, и в их шерсти живут блохи, могут быть переносчиками чумы. Вот, поэтому правильные ответы у нас здесь Б и В. Может быть, вы слышали, да, про то, что именно крысы переносили чуму. Соответственно, чисто логически рассуждая, что крысы это у нас животное, покрытое шерстью, в которой есть паразиты, да, паразиты именно в виде блох. Соответственно, животные. Ой, ну, голуби, голубями вообще, да, голуби называются городскими вот этими воздушными, да, летающими крысами, как вы знаете. Потому что голуби на самом деле, как и любые птицы, являются переносчиками всевозможных болезней. Потому что у них тоже достаточно большое количество, во-первых, паразитов, у них там есть всевозможные пироеды, пухоеды и так далее, которые также переносят всевозможные заболевания. Поэтому, уважаемые слушатели, вы, наверное, знаете, с детства нам родители твердят, что перья птичьи мы не поднимаем и трогать их нельзя. А если у нас был контакт с птицей, даже если птица внешне здорова, мы все равно стараемся после этого мыть и обрабатывать руки для того, чтобы, не дай бог, не подцепить какой-нибудь вирус или какую-нибудь бактерию. Поэтому надо быть с этим осторожным. На самом деле, в принципе, все животные, которые у нас обитают в дикой природе, они для человека представляют собой угрозу. Очень много животных, которые нам кажутся милыми, те же самые ежи, они являются переносчиками бешенства. Верно ли данное утверждение? Обоснуйте его правильность или неправильность. Раздел «Экология», изучающий взаимодействие организмов с окружающей средой, называется «Демоэкология». На самом деле, экология – это и есть наука, изучающая взаимодействие живых организмов и среды обитания с окружающей средой. Соответственно, вы сейчас термин «экология» мне описали. А вы знаете, что такое «Демоэкология»? У нас есть такие разделы, как «Демоэкология», есть у нас «Аутэкология». То есть у нас всевозможные есть разделы. «Демоэкология» – это раздел «Экология», который изучает структуру популяции и, соответственно, прирост их численности этих популяций. Данное утверждение неверно, потому что раздел «Экология», который изучает взаимодействие организмов с окружающей средой, называется «Аутэкология». «Демоэкология», как вы поняли, да, это раздел «Экология», который действительно изучает структуру популяции и динамику их численности. Все верно, утверждение неверно. То есть смотрите, в данном случае мы должны сказать, верно или неверно у нас утверждение, и обосновать, почему. Далее. Выберите все правильные ответы. Область Мирового океана с высоким биоразнообразием и продуктивностью приурочена к историям крупных рек, зонам апвелинга, верхнему слою вод Мирового океана, экваториальной и тропической зоны, районам дна океана в зонах вулканической активности вокруг черных курильщиков, равниной части глубин Мирового океана или прибрежной шельфовой зоне. Для вашего удобства, посмотрите внизу, вы можете увидеть, что такое истуарий. Это воронкообразные устья реки, расширяющиеся в сторону моря. Соответственно, все реки вот этот истуарий у нас имеют фонд океана к поверхности. Это когда около самой прибрежной зоны с глубины начинает у нас подниматься, и, соответственно, идет подъем глубинных вод. Что же значит это самое наше высокое биоразнообразие? Здесь мы видим всевозможное количество видов, которые заселяют вот эту водную территорию. В принципе, все эти зоны водные, они у нас заселены, и на них обитает жизнь. Но где у нас происходит вот это вот накопление биоразнообразия? Где же оно у нас высокое? Итак, достаточно высокое биоразнообразие у нас в первую очередь, конечно же, наблюдается в историях крупных рек. Почему? Потому что вот в этих вот местах, как раз-таки в устьях рек, у нас могут обитать сразу не только пресноводные виды, допустим, рыб, но и также заходить у нас в полупроходные рыбы. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, кто у нас такие полупроходные рыбы? Это кто у нас может существовать не только в морских соленых водах, но и заходить в устье рек, например, для зимовки. Или же если эти представители там ищут у нас пропитание. Далее у нас идет обязательно зона апвелинга. Почему? Потому что дело в том, что там, где у нас происходит резкий подъем дна, там, где у нас происходит резкий подъем вод к поверхности, значит, соответственно, там намного больше попадает туда солнце, там вода намного теплее, и там, соответственно, намного больше видов всевозможных организмов, как от одноклеточных, так и до многоклеточных, оседлых и там передвигающихся видов. Так, далее у нас идет достаточно большое биро разнообразие в районах дна рядом с черными курильщиками. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что такое черные курильщики. Это у нас вулканы, которые у нас беспрепятственно, постоянно, без перерыва извергаются. Там идет выделение большого количества тепла. Тепло, как вы знаете, является тем самым фактором, который привлекает жизнь. Там идет большое количество всевозможных выбросов химического типа, и, соответственно, там у нас поселяются всевозможные бактерии, там у нас поселяются виды рачков, у нас поселяются виды червей, которые у нас обитают на дне океанов, потому что, соответственно, их привлекают именно такие зоны. Ну и, конечно же, если мы будем говорить именно про биоразнообразие, это всегда прибрежный шельф. Почему? Потому что рядом с берегом, как вы понимаете, биоразнообразие у нас намного выше. Там намного выше всевозможных видов растений, видов животных, которые там у нас проживают. Глубины Микрового океана, как вы понимаете, у нас отпадают по той простой причине, что поскольку там достаточно мало солнечных лучей туда проникает, там достаточно холодно. Если вы помните, кто у нас в глубинах Мирового океана обитает, это всевозможные беспозвоночные, там у нас всевозможные моллюски, да, и рачки обитают, плюс у нас рыбы, такие там, как морской черт и так далее, да, обитают. То есть, в принципе, жизнь там есть, но прям таким большим биоразнообразием она похвастаться не может. То же самое про верхний слой Мирового океана. Это, конечно же, достаточно теплые воды, но из растений, что может там обитать? Из растений там могут обитать в основном фитопланктон, это одноклеточные водоросли, которые у нас передвигаются вместе с потоками вот этой вот теплой воды. Потом зоопланктон, ну и всевозможные, да, рыбы, которые у нас в верхнем слое вот обитают. Как вы понимаете, самое-самое биоразнообразие, оно, конечно, у нас где-то рядом с прибрежной зоной. Там, где не очень глубоко и там, где у нас достаточно тепло. Прочитайте описание вида большой пестрый дятел и выберите все правильные ответы. Большой пестрый дятел обитает в разнообразных лесных сообществах, хвойных, смешанных, широколиственных лесах, парках, посещает сады, встречается в городах и на равнинах. Питается дятел взрослыми насекомыми и личинками, добывая их из-под коры и из древесины. Осенью дополняет рацион плодами деревьев и кустарников, может разорять гнезда птиц и посещать помойки. В зимнее время он также питается семенами хвойных растений. Один раз, когда нас вывозили на практику, в лес, мы видели своими глазами шишки, которые объедал, соответственно, дятел. Поскольку дятлу достаточно тяжело шелушить шишки, особенно если мы говорим про кедровые шишки, он интересным пользуется таким лайфхаком. Он находит пень с расщелиной, забивает туда шишку и начинает спокойно выклевывать семечки. То есть ему не надо держать это все лапами, это не надо все пытаться удержать равновесие. Это все очень здорово выглядит. И потом в лесу можно увидеть просто вот эти сплющенные с двух сторон шишки. Это значит, что их как раз-таки шелушил дятел. Еще интересный факт, что те же кедровые шишки зимой очень часто поедают волки. Ну, если вдруг кому-то такая информация пригодится, да, в голодные годы, в голодные зимы. То есть кедровыми шишками у нас даже звери хищные, они как бы не брезгуют. Поскольку, как вы понимаете, пищу очень тяжело в зимнее время находить. Давайте разбираться, что же такое у нас вид-специалист. Кто-нибудь знает, что это значит? Вид-специалист. Вид-специалист – это, соответственно, вид, который у нас живет в достаточно узком диапазоне. Ну, и имеет какой-то очень определенный, ограниченный, скудный рацион питания. Да, например, мы можем сказать, что вид-специалист – это у нас птицы калибри, которые живут только в тропическом климате и питаются только нектаром определенных цветов. Да. Соответственно, где-то в других местах калибри просто не выживает. Интересно, знаете, тоже в этом году совершенно неожиданно набрела на гнездо дятла. Никогда не слышала, как пищат у нас именно птенцы дятла. Совершенно случайно просто это узнали. Как пищат, например, там, дрозды или как пищат синицы, вы наверняка слышали сами многократно. Даже как у нас кричат голуби, да, как эти маленькие голубята кричат. Кто особенно живут под крышей, да, в старых домах, вы иногда весной можете слышать, как они там и воркуют, и попискивают, да. Вот. А самое интересное, что именно птенцы дятла, они пищат. Вот если у вас есть собака, у собаки есть пищалка, которая грызет, да, вот такой вот достаточно противный писк, как будто кто-то резиновую игрушку с пищалкой сжимает. Просто у нас в городе, в Перми, было пустое дерево с дуплом, и там постоянно пищали эти птенцы. Мы никак не могли понять, откуда же этот звук, пока не увидели, соответственно, маму дятла, которая летает и выкармливает потомство. Может быть, папа дятел это был, да, я как бы не очень хорошо, к сожалению, их различаю. Ну, давайте. Значит, вид специалист, мы с вами уже определили, что это вид, который у нас в узком диапазоне живет. То же самое можно сказать про и узкую экологическую нишу. Это у нас, соответственно, виды, которые у нас могут жить в каких-то определенных условиях, да, это достаточно вид с узкой достаточно экологической валентностью также, который может обидать только в определенных условиях, и очень тяжело приспосабливается к изменению привычных, как бы, к привычному обитанию, можно так сказать. То есть, соответственно, если мы знаем, что у нас произрастают какие-то растения или живут какие-то животные в определенной температуре, в определенной влажности, то изменение данных условий, соответственно, негативно влияет на растения или на животные. Соответственно, даже вплоть до исчезновения вида, до вымирания. Это вот узкая экологическая ниша. Широкая экологическая ниша – это животные, растения, которые могут произрастать везде. Например, пастушья сумка. Знаем прекрасно это растение. Мы его знаем как сорняк. На самом деле, это еще и лекарственное растение. Произрастает оно повсеместно у нас в России в любых условиях, да, в разных, за исключение только, наверное, крайнего где-то севера вечной мерзлоты. При этом вы можете видеть пастушью сумку в цветочных магазинах. Она продается как растение, которое вплетают в букеты, и ее привозят из Африки. То есть у нас еще бывает африканская пастушья сумка, да. То есть правильных ответов здесь у нас будет несколько. А если точно, то правильно. Здесь у нас В, Г и Е. Это вид с широкой экологической ниши. Это вид с широкой валентностью, как вы поняли. Он может даже не побрезговать помойками, там где-то питаться. И это вид с достаточно большим ареалом и большой численностью. Потому что раз они проживают везде, то хорошо размножаются и заселяют новые территории. Так, выберите все правильные ответы. Как называется особый тип почв, свойственных для крупных городов и не встречающихся в природной экосистеме. Серые почвы, мурбоземы, торфяные почвы или саланцы. На самом деле, ребят, я этот вопрос вынесла сюда не потому, что он очень сложный. Я думаю, что каждый из вас бы на него ответил. А это скорее вопрос-исключение. Потому что, когда у нас звучит вопрос «выберите все правильные ответы», мы чаще всего думаем, что их здесь может быть от двух до четырех. На самом деле, это у нас вопрос с одним правильным ответом, несмотря на. Соответственно, нам нужно сейчас выбрать только один правильный ответ. Вот, ребят, на будущее видите ответ, ну, вопрос какой-то. Даже если написано «выберите все правильные ответы», читайте хорошо, потому что, ну, иногда вы понимаете, что правильный ответ один и ничего больше не подходит. Не надо выбирать второй, третий, пятый вариант. Ну, правильно, да? Мурбоземы. Соответственно, это все те почвы, которые сейчас в крупных городах у нас находятся. Это почвы, которые уже загрязнены тяжелыми металлами. Это почвы, которые у нас загрязнены всевозможными химикатами. Это почвы, да, у которых нарушен привычный состав. То есть в таких почвах у нас очень малое количество редуцентов, да. То есть там малое количество будет червей, микроорганизмов и так далее. Это земля, которая очень плохо перерабатывает биологические отходы. Вы, кстати, могли заметить интересный факт, что если у вас есть у кого-то, то есть там дача или в деревню куда-то уезжаете, где нету такого обилия машин, такого обилия там каких-то заводов и так далее, у нас даже листва по-разному в городе и где-то далеко за городом совершенно по-разному разлагаются. Иной раз мы можем в городе увидеть в середине лета прошлогодние листья. Это все-таки в большинстве случаев убирают у нас, да. Но все-таки у нас в нашем случае нарушена именно вот эта микрофлора, можно сказать, почва. Так, выберите все правильные ответы. Это будет правильный, последний ответ, вопрос у нас, ребят. Растения умеренного климата зимой некоторое время находятся в состоянии глубокого покоя. Глубокий покой длится определенный период времени и не прерывается с приходом тепла. После периода глубокого покоя наступает период вынужденного покоя, который перерастает, прерывается с наступлением тепла. Почки трогаются в рост. Предположите способ определения скорости выхода древесных растений из периода глубокого покоя. Что нужно сделать? Срезать веточки растения каждую неделю, ставить в воду в теплом помещении, дожидаясь, пока набухают и распускаются почки. Отметить срок начала сокодвижения, отметить срок набухания и раскрывания почек в природе. Или отметить зависимость распускания почек в природе с изменениями долготы дня. Движение у древесных форм начинается очень-очень рано. Это где-то в апреле месяце, в начале апреля многие собирают так называемый березовый сок. Наверное, слышали. Считается, что он прям очень полезен, его надо прям обязательно пить. Хотя по факту, как вы понимаете, это у нас вода, жидкость с растворенными минеральными веществами. И сокодвижение у нас предполагает уже выход растения из периода покоя. Очень интересный факт тоже. Я про это слышала, я про это читала, но никогда не сталкивалась с этим до этого года. У нас в земледелии есть всевозможные пословицы, поговорки, байки и так далее. Считается, что после петрового дня сажать уже ничего нельзя. Это какой-то там июня. То есть в начале июня у нас уже посадки прекращаются. Потому что считается, что если позже что-то посадить, это у нас не вырастут растения. На самом деле это у нас не зря сказано, потому что, как оказалось, что период активной вегетации растений начинается именно ранней весной и заканчивается где-то в июне, может быть, до конца июня она идет. В этом году совершенно случайно, очень поздно посадили горох в июне. И он у нас не вырос. Такая есть штука. Вырос карликовый, маленький. Доказывая действительно эту пословицу, что после петрового дня у нас ничего не сажают. Посадки невозможны. Ничего не вырастет, урожая не будет. Ну а по поводу выхода растений из периода глубокого сна, то, наверное, каждый из вас, все, кто учились в школе, знают этот эксперимент. Когда в марте месяце у нас педагог приносит в класс по биологии огромную просто охапку ветвей, чаще всего березы, ставит в воду, и вы начинаете наблюдать на протяжении нескольких дней, недели и так далее, как у нас из почек начинают тихонечко проклевываться листья. Так вот, дело в том, что если вы это же самое сделаете у нас, например, в январе или в декабре, вы можете добавлять в воду всевозможные добавки для роста растения, но почки у вас так и не появятся, потому что растения у нас находятся в периоде глубокого покоя. Соответственно, с приходом весны, где-то к марту месяцу, у нас, соответственно, начинает просыпаться тихонечко в период полупокоя переходить деревья. Ну и, соответственно, реагируют они и на длину светового дня, и на температуру воздуха. Как только у нас начинается чуть-чуть теплее, у нас растения начинают просыпаться. Кстати, растения, которые чувствительнее всего к перепадам температур и к изменениям светового дня, может быть, кто-то видел, прекрасный куст, который называется жимолость. Как только у нас немножечко изменяется температура, этот кустарник у нас уже начинает выпускать листья намного даже раньше, чем выпускает их, допустим, та же береза, которая у нас считается одной из самых ранних. Так, значит, правильный ответ здесь у нас А. Вы абсолютно правы. Нам нужно срезать веточки деревьев. Не обязательно делать это каждую неделю. Все-таки зеленые посадки, зеленые растения мы с вами уважаем и бережем. Продолжение следует...